Как вы уже поняли, принцип действия медиазапросов довольно таки прост, они предписывают нашему браузеру показывать сайт в том виде, который лучше всего подходит конкретному устройству. Причем не важно, на чем именно смотрит сайт, на смартфоне или на настольном мониторе. На большом мониторе можно уменьшить размер экрана до размеров смартфона, как у меня здесь. И сайт точно так же автоматически перестроится, словно вы его смотрите на мобилке. А достигается это за счет задания ряда простых наборов правил в файле css, как это было у нас здесь в этих работах. Мы задавали здесь medium css, small css и style css. с каким разрешением мы смотрим на наш файл. То есть, в самом простом виде медиазапрос как бы говорит, если окно браузера не больше такого-то, смотрите, если окно браузера не больше 768 пикселей или не меньше чем 480 пикселей, то мы будем смотреть его вот в таком виде. Если окно браузера будет задано в других размерах, то соответственно мы будем видеть его уже в таком виде. Но это мы с вами уже поняли и задавали, я в индексном файле вот эти вот медиазапросы. Но на самом деле я хотел сегодня показать вам, как это можно задавать, имея только один файл стилей, а сами медиазапросы задавать в самом файле стилей. Это делается точно так же, как мы это с вами сделали. Единственное, что я здесь буду делать, вот эти медиазапросы перенесу я в наш css файл, самый большой файл, который у нас был в стайл css. И давайте я это вам покажу. Итак, вот медиазапрос, который имеется у нас здесь. Я просто скопирую, перенесу в самый большой файл стилей, то есть для мониторов больших размеров. И здесь задаем медиазапрос. Давайте даже здесь напишу комментарий для экранов средних размеров. Чтобы задать медиазапрос, нужно будет вначале указать знак собачки. Медиа. Все слитно. Затем идет у нас скрин. И вот минимальная ширина и максимальная ширина у нас заданы. Здесь убираем закрывающие кавычки. И все, что мы будем прописывать, будет прописываться внутри этих фигурных скобок. Но поскольку это у нас для средних размеров, вот давайте медиум вес скопируем вот сюда в файл стилей. И выставим его вот сюда. Теперь, после всего, мы пропишем для экранов мобильных устройств. Напишем комментарий. И опять-таки, с индексного файла возьмем уже нижний медиазапрос. Поставим его сюда. Знак собачки. За медиа идет пробел. Оставляем скрин и все остальное. И здесь, опять-таки, открываем и закрываем фигурные скобки. Теперь весь код из файла small.css я копирую, переношу сюда и вставляю вот тут. Все, мы здесь все завершили. И вот теперь вот эти файлы нам ни к чему. И медиум я удаляю полностью. Так, нажимаю delete. Соглашаюсь. Снова удаляю. Нажимаю delete. Соглашаюсь. Вот теперь остались у нас всего лишь два файла. Индексный файл и вот этот файл. В индексном файле мы тоже вот эти линки полностью удалим. Так, только первый оставляем. Вот, все. У нас связь индексного файла только с этим файлом. Ставил CSS. А вот ставил CSS здесь. Давайте это все я сохраню. Так, все. Эти вот нам не нужны. Сохранения нет. Нет. Все. Остались у нас только два файла. Вот теперь я запускаю данный файл. Так, видим вот для экранов больших размеров дизайн точно такой же, как мы задавали. Уменьшаем. И дизайн у нас такой, как был для экранов средних размеров и для экранов с малым разрешением. Видим, что все у нас работает. Все точно так же и никакой разницы мы здесь не видим. Так, что имейте это в виду. Значит, можно задавать в одном линке переход на таблицу стилей. А в самой таблице стиля в начале мы прописываем все, что касается для дизайна страницы для экранов с большим разрешением. Ну, а затем после всего того, что мы опишем здесь, у нас идут описания медиазапросов. Идут медиазапросы для экранов средних размеров и для малых размеров. Ну, на этом все. И на следующем уроке я вам покажу, как это все можно разместить уже в просторах интернета.